Итак, это основы биржевой торговли, лекция 5. Сегодня поговорим про товарный рынок, что он из себя представляет, как он влияет на экономическую деятельность и как взаимодействовать рядовому трейдеру с данным сектором. Я начну, наверное, с того, что хотел бы указать определение, что из себя представляет именно товарный рынок. Стоит начать с того, что товарный рынок как с одной стороны является сферой товарного обмена, так и с другой стороны хозяйственной деятельностью, то есть системой организованных экономических действий и отношений, которые направлены на продвижение товара от производителя к потребителю. Важно помнить то, что товарный рынок делится на несколько категорий. Это рынки услуг, рынки сырей полуфабрикатов, а также рынки готовых изделий. Я скажу сразу, этот скриншот взял с одного ресурса, потому что мне, честно говоря, не хочется в фотошопе опять ковыряться и делать все эти таблички. Поэтому я решил упростить действия по определению данного термина и показать наглядно, что из себя это представляет. Например, рынки услуг, рынки научных изобретений, рынки транспортных услуг и рынки иных услуг, рынок сырья и полуфабрикатов. Это рынки топлива, рынки промышленного сырья, рынки сельскохозяйственных и лесных товаров. И третий, рынки готовых изделий, то есть рынки машин и оборудования, рынки бытовых промышленных изделий и рынки прочих готовых изделий. Также важно помнить, что имеется составный элемент товарного рынка. И товарный рынок, он представлен тремя составными элементами. То есть это товарное предложение, это спрос населения и цена товара. Товарное предложение, оно всегда определялось и определяется массой товаров, которые направлены на реализацию. То есть нужно помнить то, что имеется такое понятие, как рыночные механизмы. Сейчас я про них подробно скажу. И основным источником товарного предложения является производство товаров в целом по стране, по миру, по региону отдельно взятому. То есть импортные закупки и товарные запасы и прочее. Хотел бы привести пример, когда был обвал цен на нефть с января 2020 года по апрель 2020. То есть раз, два, три, четыре месяца. На фоне чего было падение цен на это сырье? На фоне переизбытка в нефтехранилищах? На фоне огромного предложения на рынке? То есть важно помнить то, что в тот момент времени спрос дико упал по отношению к предложению. То есть предложение было выше, чем спрос. И вот на этом фоне, когда предложение выше, чем спрос, цена неуклонно падает. Это обычно основы рыночных механизмов. То есть спрос внизу, предложение сверху, как вот чаша весов, цена будет падать. Когда спрос растет, а предложение в рынке мало, то цена будет неуклонно расти. То есть рынок нефти обвалился именно из-за такого фактора. То же самое, что произошло и с газовым рынком. Аналогичная ситуация. Поэтому и в мировом ключе имеются разного рода сырьевые, скажем так, союзные организации. Ну как например ОПЕК, там где решается вопрос по сырьевому рынку, то есть по рынку нефти. Либо сокращение, да, либо наращивание добычи. То есть это все согласуется в данной организации. То есть страны, входящие в ОПЕК, они обязуются соблюдать те условия, на которых были подписаны. А есть и те страны, которые, например, в ОПЕК не входят. Такие страны, как Соединенные Штаты Америки, в которых в законодательстве прописано, что ОПЕК это картельный сговор. И США должны быть по ту сторону баррикад от ОПЕК. И они поставляются, американцы, в рынок столько нефти, сколько захотят. На фоне чего также и вызывалось давление на рынок нефти. Начиная с конца 2019 года, вплоть до минимального значения в рынке нефти, 15 долларов за баррель, в апреле 2020 года. Вот в чем была главная проблема. Главный прецедент к обвалу. Товарное предложение, в свою очередь, определяется, повторяюсь, массой товаров. То есть спрос и предложение. Вот этот фактор необходимо запомнить. И важно помнить то, что если вы работаете как нефтетрейдер, то есть человек, который торгует фьючерсами на нефть марки Brent, либо марки WTI, вам надо помнить два фактора. Первое. Что рынок нефти и рынок газа, они ходят неуклонно по фундаментальному фактору, а также по фактору экономическому. Фундаментальный фактор это спрос и предложение. То есть если еще раз спрос превышает предложение, цена будет неуклонно расти. Когда предложение превышает спрос, цена будет неуклонно падать. И в чем суть? Суть в том, что это фундаментальный фактор. А есть фактор экономический. Надо помнить то, что все сырьевые, скажем так, комодитес, биржевые товары, нефть, газ, металлургия, агросектор, они все привязаны именно к доллару. И тут важен фактор экономический. В случае девальвации доллара, стратегической девальвации доллара, сырье будет дорожать вопреки фундаменталу. То есть два фактора в рынке сырья имеется, в товарном рынке. Это фундаментальный фактор и фактор экономический. Вот по такому формату товарные рынки и работают. И работали, работают и будут работать еще долгое время. Никаких реформ там даже и не предвидится. Далее спрос. Он характеризуется платежеспособной потребностью населения страны, либо какой-то отделем взятого региона. Тут и роль не играет. И данный элемент товарного рынка, он определяется запросами потребителей и величиной, которую они способны оплатить. То есть вспоминайте то, что я вам сказал сейчас про рынок нефти и рынок газа. Далее. Денежное выражение стоимости товара называется по факту ценой товара. То есть стоимость от цены отличается разным родом факторами. К примеру, стоимостным выражением денег, на которое влияет стоимость золота, через которое выражается стоимость иных товаров. Ну и в том числе количество денег, находящихся в обращении и несоответствующих количествам замещаемого ими золота. То есть я веду к тому, что опять вспоминайте, что я вам сказал сейчас. Спрос, предложения. Фундаментальные и экономические факторы. И они, в свою очередь, также влияют на рынок драгметаллов, драгоценных металлов. Далее, господа и дамы, товарные рынки, они по факту делятся по регионам. Северная Америка, Латинская Америка, Западная Европа, Восточная Европа и Российская Федерация. Океания, Австралия, то есть Индонезия, Филиппина и прочее. Рынок Азии, Ближний Восток и Средний Восток, а также рынок Африки. То есть они разбиты континентально. Вот на этом факторе и осуществляется мировая такая глобализированная торговля между странами, между союзами стран. И прочее. Важно помнить то, что деятельность любого товарного рынка не играет роли. Газовый, рынок нефти, агросектор, либо драгметаллы, либо что-то еще там. Не играет роли вообще. Он определяется по факту несколькими показателями. Первое. Емкость товарного рынка, которая представляет собой максимально возможный объем реализации товара в условиях данного платежеспособного спроса, розничных цен и товарного предложения. Второе. Это динамика развития товарных рынков страны по отдельным отраслям, которые объединены в единый товарный рынок страны. И тут еще раз надо помнить то, что если вы инвестируете в нефтегазовый рынок, надо помнить то, что имеется ОПЕК, такая международная организация, которая контролирует добычу нефти по странам, которые входят в ОПЕК. И еще раз, важный фактор. Если в мире наступает переизбыток нефти, идет радикальное сокращение добычи нефти. На фоне чего даже страны, которые не входят в состав ОПЕК, обязаны также сокращать во благо их экономических реалий, их экономической жизни. То, что, к примеру, американцы сделали буквально недавно. Третья. Степень диверсифицированности товарного рынка, под которой подразумевается степень охвата данным видом товара, то есть географической, этнической и платежеспособной особенности населения страны. Четвертое. Качество товара, которое реализуется на рынке. То есть данный параметр надо учитывать в определении в таком формате, что это совокупность свойств товара. То есть потребители предъявляют к товарам повышенные требования в плане безопасности потребления упаковки, соблюдения экологических норм, маркировки и обеспечения послепродажного обслуживания. Ну и последнее пятое. Это конкурентоспособность товаров на рынке. То есть способность конкретного товара соответствовать тем требованиям, которые сложились на рынке в конкретный период времени. То есть еще раз. Это идет уже уклон к рыночным механизмам. То есть то, что я приводил в качестве спроса и предложения на рынке нефти и рынке газа. Далее. Товарный рынок делится на несколько составных частей. То есть даже на две составные части. Это открытый сектор и закрытый сектор. В открытый сектор входит внутренняя оптовая торговля, свободный рынок, краткосрочные сделки. Под ними уже черный рынок, спотовый рынок и чисто биржевая торговля. Закрытый рынок – это внутрифирменные поставки, долгосрочные коммерческие сделки и субпоставки. И под ними уже встречная торговля и специальная торговля. Но я бы сказал, что наиболее раз – это именно открытый сектор. И поэтому любой рядовой человек, физическое лицо, либо инвестиционный дом, либо фонд, либо банк, имеет шанс заниматься трейдингом, спекуляциями в области биржевой торговли. На те или иные товарные активы. Но об этом мы в этом видео еще поговорим чуть позже. Далее давайте поговорим про особенности товарного рынка, нефти и нефтепродуктов. Ну просто берем такой более глубокий пример того, что в реальности у нас имеется. Каждый товарный рынок зависит от его участников, которые по факту выполняют определенные функции. Ну допустим, начнем с рассмотрения таких факторов, как нефтяные компании, которые занимаются разведкой, добычей, переработкой и реализацией сырой нефти и продуктов ее, повторяюсь, переработки. Помимо этого, некоторые нефтяные компании, они имеют право, скажем так, торговать, скажем так, правами на нефть и нефтепродукты. То есть посредством фьючерсов, опционов и обмена фьючерсов на реальный вид товара. Вот, имеются также НПЗ, то есть нефтеперерабатывающие заводы, которые вступают в роли покупателей сырой нефти и поставщиков, то бишь продавцов, продуктов нефтепереработки на товарный рынок. Также имеется свойство того, что независимые торговые компании, которые работают не только на реальном, но и на других видах рынка. Имеются финансовые, инвестиционные компании, банки, фонды, инвесторы дома, работающие на новых видах рынка. То есть они торгуют опционами и фьючерсными контрактами. Далее имеются частные коллективные инвесторы, то есть физические лица, которые работают на новых видах рынков и стремятся заработать на удачном вложении купли фьючерса дешевле и продав его дороже. Ну либо купив его, либо точнее продав его дороже, тем самым зашортив его и откупив его дешевле. То есть это работа на курсовой разнице. Это трейдинг, это спекуляция. Давайте напомню еще раз то, что цена в рынке нефти и в рынке газа. Это еще раз, давайте напомню то, что это два сектора экономики, точнее не два, а газ, нефть, металлургия, агросектор, ну и еще несколько других секторов, которые напрямую зависят от фундаментальных и экономических факторов. То есть это, скажем так, их действия определяются основой рыночных механизмов. Еще раз, в рынке дикий спрос, но мизерное предложение, цена будет люто расти. Дикое предложение, но маленький спрос, цена будет люто падать. Если, например, в рынке паритет между спросом и предложением, цена будет торговаться в боковом диапазоне и исходя уже из потребностей участников этого рынка, то есть если требуется, например, нефть в каких-то странах, то есть там спрос растет и будет расти цена на эту нефть. Вот в чем суть. Это рыночный механизм. Напомню то, что конкретно индивидуальные интересы потребителей, в том числе и независимые производители нефти, а также стран ОПЕК, они зависимы от рынка и не могут повлиять на сам функционирование рынка. То есть в полной мере, еще раз, ОПЕК это регулятор, это регулятор в рынке нефти. То есть если в рынке нефти наступает жесть, спрос, точнее предложение огромное, а спрос мелкий, сокращение будет радикальное, добыча нефти. Там, не знаю, предложение огромное, пардон, спрос огромный, а предложение мизерное будет увеличение добычи нефти в страны, которые входят в ОПЕК. Напомню, есть еще страны, которые не входят в ОПЕК, у которых в законе прописано, что это картельный сговор, и мы не имеем право туда входить. Ну, такие страны, как США, к примеру, да. Есть даже страны Европы, которые не входят в ОПЕК, но это уже отдельная история, отдельная эпопея. С теорией, в принципе, все. Давайте перейдем на практическую часть. Все как в УЗИ. Сперва теория, потом практика. Тест, экзамен, ЕГЭ, ОГЭ. Не знаю, что там еще есть, но что-то есть. Смотрите, в чем факт. Если вы, скажем так, физик, физическое лицо, да, вы имеете право торговать фьючерсами. Фьючерсы вы можете найти у себя в терминале у вашего брокера. То есть, если вы работаете, к примеру, в ВТБ, у вас есть либо КВИК, либо онлайн-брокер, либо мобильное приложение ВТБ «Мои инвестиции». И там есть графа фьючерса. Да, если вы такой рисковый спекулянт и готовы работать на колебаниях курсов, то вы можете покупать фьючерс по более дешевой цене и продать по более дорогой цене. Например, рынок нефти, да, что у нас тут имеется. Вот в этом диапазоне, я бы сказал, вот здесь вот, потому что отмечаю сейчас я прямоугольником, была, скажем так, жесть. То есть, предложение перевешивало спрос. На фоне чего пошло обвальное падение цены на нефть. То есть, вот, валилось, 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 отскочило, упало и обвалилось. Дальше формация двойное дно. И потом пошло на чиз на восстановление. То есть, все это я веду к тому, что здесь, повторяюсь, играли именно рыночные механизмы. В любом товарном рынке играют рыночные механизмы. Что я могу, к примеру, сказать про рынок нефти в будущем? Нефть будет только в будущем дорожать. Почему? На это есть экономические и фундаментальные факторы. Фундаментальные факторы. Сейчас, на текущий момент времени, в рынке нефти наступает паритет между спросом и предложением. Да, сейчас возникло умеренное давление на рынок нефти. Но тут надо учитывать один важный фактор, что, еще раз, любые товары, биржевые, они привязаны именно к валютной, к доллару, грубо говоря. Поэтому при девальвации доллара они будут дорожать. Почему девальвация доллара неизбежна, стратегическая? Потому что сами этого хотят американцы, американская власть. Они хотят взять доминацию на мировом торговом поприще. Они хотят запустить процесс инфляции в стране, потому что им экономически это необходимо. Просто вспомните, что говорили недавно в Центральном банке США, в ФРС, что в случае роста инфляции, они не будут поднимать ключевую ставку. Они не будут контролировать этот процесс. Что это значит? Они в этом сами заинтересованы. Вот. И в условиях рецессии поднимать ключевую ставку нельзя. Ни в коем случае. И что происходит в момент инфляции и девальвации доллара? Еще раз. Наступает переоценка сырьевого сектора. То есть имеются фундаментальные факторы и факторы экономические. В рынке нефти, думаю, все понятно. Также еще раз напомню, что на рынок нефти влияет конкурентная способность. И если сейчас посмотреть на то, что происходит в Штатах, там обанкротились именно малые и средние нефтедобывающие компании, семейные компании. То есть американцы последние лет 10, они занимались активно сланцевой добычей. И они вызывали все это неимоверное давление на рынок нефти. То есть сланец массово обанкротился. Остались именно олигополисты этого сектора в Америке. Это ExxonMobil, Occidental Petroleum, Chevron и нескольких других компаний. Но средние и малые компании обанкротились. То есть поле освободилось. Все, давление с их стороны умеренно снизилось. То есть конкурентный подоплек здесь также играет важную роль. Далее возьмем, к примеру, газовый рынок. Месячный график. Торгуется уже почти 11 лет цена в боковике. То есть вот боковик. Самый настоящий. Это котировки на цену газа. То есть то, с чем коррелирует прибыль Газпрома, Новотека, международных газовых компаний. Американских, европейских, арабских, китайских. То есть все компании, которые поставляют либо СПГ в рынок, либо просто газ. Уже не играет роль никакой. И цена находится в боковике после стремительного роста с 2000 по 2008 год. То есть после всего этого объема. Что способствовало этому росту цен на данное сырье? Способствовала ему именно девальвация доллара в первую очередь. Были фундаментальные факторы, которые были, скажем так, давлением на ценообразование цены на газ. Но когда присутствует именно ослабление той валюты, которой прикреплена цена на тот или иной биржевой товар, то или иное сырье. Вопреки фундаменталу она будет расти. И расти стремительно. Очень быстро и очень массивно и масштабно. Что влияет также на ценообразование газа в рынках. Помимо всего этого. Повторяюсь, это фундаментал. Что входит в этот фундаментал? Входит, к примеру, холодная зима. То есть при холодной зиме газовые хранилища, они высвобождаются от запасов газа. На фоне чего появляется в той же самой Европе потребность на дозаполнение газовых хранилищ. Что нужно, чтобы их дозаполнить правильно? Нужно купить газ. У кого купить газ? Купить газ у Газпрома. Тем самым формируется потом прибыль этих компаний. То есть, еще раз, чем выше цены на сырье, тем больше компаний получают прибыли. С этой прибыли они выплачивают дивиденды. Чем дивиденды выше, тем выше курсовая стоимость акций этих компаний. То есть, наш рынок работает именно так, российский. То же самое в товарном рынке. Ну, не конкретно, прямо один в один, но, повторяюсь, рыночные механизмы. То есть, если сейчас, в 2020-2021 году будет очень холодная зима, а мы технически видим по цене на газ, что мы видим? То, что цена торгуется в пределах боковика и на поддержке в 80-х, 90-х годах. То есть, это дно. В газе вот это дно. Но, знаете, я вам хочу сделать спойлер и сказать то, что все тренды предопределены заранее. То есть, я, конечно, понимаю, что в это очень трудно поверить. В это очень трудно поверить. Особенно новичкам, которые не понимают, почему так. Но, господа, я об этом сделаю отдельное видео, где я подробно расскажу, как и почему это происходит. И я могу сделать именно предположение, фундаментальное экономическое, что цена на газ, она будет расти выше уровня. Вот верхняя граница боковика выше этого уровня. В перспективе, там, ближайших 5-7 лет. Почему? У нас имеется формация треугольник. Это первое. Она берется в начало с 80-х годов. И вот данную формацию, учитывая то, что сейчас она торгуется на низах своих, она будет пребывать именно вверх. Рост, тест и распределение. Что этому способствует? Этому способствует именно стратегическое ослабление доллара. Потому что эти биржевые товары, они привязаны к цене на бакс. Вот это и способствует переоценке на газовом рынке. Цены, то есть, они выше будут. И данным инструментом, природным газом, можно тоже торговать в качестве фьючерса. И он называется вот так вот. NG1. То есть, в терминале так же он прописывается. Терминале, если у вас мобильный брокер, допустим, ВТБ Моинвестиций, либо там у вас БКС, то БКС брокер. Либо, если у вас КВИК, то можете в КВИКе найти. Вот данную фигню забить. NG1. Да, и все появится. Надо помнить то, что в товарном рынке, господа, фьючерсы разбиты по кварталям. То есть, у них, по сути, каждые три месяца происходит экспирация. Поэтому, еще раз. Если, господа, вы лезете во фьючерс, который истекает через 1, 2, 3 дня, вы делаете роковую ошибку. Хотите увидеть факт, почему именно так? Сейчас увидите. Допустим, нефть марки Брент. Вот здесь была экспирация. То есть, один фьючерсный контракт изжил себя, появился другой фьючерсный контракт. Вот на этой экспирации цену гнали вниз. Почему? Село очень много лонгистов, очень много покупателей данного сырья на отскок. Нельзя было толпу повести прибыли, и нельзя было толпе дать эту прибыль именно тогда, когда пришло экспирация фьючерсов. То есть, после экспирации в новом контракте, да, они погонят цену вверх. Они погнали цену вверх. Но перед самой экспирацией цену вверх не гонят. То есть, если тренд находится медвежий, как был, например, вот здесь, в нефтяном рынке, то к экспирации цену будет тянуть еще ниже. Почему так? Потому что это получает огромные бонусы главы компаний, хедж-фондов, банков. Дикие бонусы. Ну, то есть, управляющие активами. Если же в рынке находится бычий тренд, сильно бычий тренд, то к экспирации цену будет тянуть еще выше. В этом заинтересованы еще раз управляющие, хедж-фондов, банков и прочих финансовых организаций. Управляющие активами. Они будут тянуть еще выше. Будет рынок дальше за уши тянуть. Вот. И еще раз. Нельзя торговать фьючерсами, которые истекают через 2-3 торговых сессии. Нельзя. Это червато тем, что вы можете капитал все потерять. Почему? Вспомните, что было в апреле. Нефмарки WTI, именно фьючерс, который истекал послезавтра, цену отправили на минус 37 долларов. Минус. Те, кто пролонговал его, потеряли бабки и остались должны еще и брокерам своим. И они теперь судятся с ними, с этими брокерами. Это российские реалии. Это международные реалии. То есть была дикая манипуляция. То есть толпу выносили. А те, кто пролонговал WTI-контракт будущий, с ними ничего не произошло. Они на этом даже заработали. Так что, господа, перед экспирацией лонговать или шортить фьючерсы нельзя ни в коем случае. Лучше дожаться, когда экспирация пройдет и пересесть уже на новый фьючерсный контракт. И все. Про фьючерсы я тоже сделаю отдельное видео обучающее. Просто я сейчас такой небольшой спойлер вам рассказал, чтобы тоже было у вас понимание, что из всего это представляет. Про фьючерсы еще в видео я сделаю 100%. Что мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем один очень важный фактор. Понимание, что товарный рынок коррелирует с рыночными механизмами. То есть товарный рынок нельзя залить деньгами, как фондовые или долговые рынки. Нельзя запампить их. То есть задраться цену выше искусственным путем. Потому что здесь полнейшая корреляция спроса и предложения в одном из товарных рынков. Ну, неважно. Нефть и газ. Точнее, рынок нефти. Либо газовый, либо агросектор. Либо металлургический. Либо рынок драгметаллов. Неважно. Это все товарный рынок. Что приводит к росту цены товара? Первое. Фундаментальный фактор. То есть рост. Спроса и снижения предложения. Лютый рост цены будет. И экономический фактор. Это девальвация того, той валюты, к которой прикреплен этот актив. Но в данном случае доллара. Тоже приводит к росту цен на сырье. Что приводит к снижению цен на сырье? Также фактор фундаментальный и экономический. Фундаментальный. Рост предложения и снижение спроса. На фоне чего цена будет падать? Как оно было в рынке нефти буквально недавно. А также укрепление доллара по отношению к мировым валютам. Потому что эта валюта, повторяюсь, привязана к товарному рынку. Напоминаю, что имеются регуляторы. В рынке нефти и в рынке газа. В рынке нефти это поп-культура, скажем так, ОПЕК. А в рынке газа там около регулятор сидит. Не более того. Он есть, но не имеет такой широкой власти, как, к примеру, ОПЕК. ОПЕК активно взаимодействует с рынком нефти. А в газовом рынке там другие совершенно моменты. Поэтому помните, господа и дамы, что третий фактор это фьючерсы. Торговать ими рискованно. Но можно. Зарабатывать на них тоже можно, но вы готовы быть, но вы должны быть готовы к риску. Про фьючерсы я сделаю отдельное видео. Расскажу там все примочки, приколы, плюсы-минусы и прочее. Потому что данный аспект тоже необходимо осветить. В принципе, на этом все. Надеюсь, что это видео было полезным. Надеюсь, что многие досмотрели это видео до конца. Я тут преподнес тот материал, который еще раз говорю, не преподносят в российских вузах, потому что преподаватели в вузах, они не заинтересованы в том, чтобы молодое поколение как-то разбиралось, как-то понимало рыночные механизмы, экономические механизмы, фундаментальные механизмы. И поэтому эту информацию я и выдаю в сеть бесплатно, но копаясь как можно глубже, чтобы преподнести эту информацию уже в готовой упаковке, чтобы вы могли ее употребить и в мозгу себя эту тему отложить. Потому что это развивает, в первую очередь, финансовую грамотность населения. То, чего не хватает в России. Ну вот посмотрим. Если моему примеру последуют другие инвестблогеры, это будет хорошо. Это будет означать то, что Россия еще не зашкваренная страна. Но если не последует, то это полный зашквар. Потому что все эти околорыночные курсы, которые впаривают вам по 100, по 200, по 300 тысяч рублей. Вон там мне вчера прислали информацию, что там чувак пытался впарить по 400 тысяч рублей. Околорыночный курс. Это, господа, они вам говорят то, что говорю по факту вам я. Они вам дают за бабки, и при этом они афишируют себя типа трейдерами. А хотя они не трейдеры, они не зарабатывают с рынка, они зарабатывают с околы рынка. А я зарабатываю с рынка. И предоставляю вам обучающий материал, анализ акций, облигаций, обзоры, технический анализ, обучающий видео за бесплатно. Поэтому, господа и дамы, учитесь делить рыночника и околорыночника. Учитесь делить их по успехам, потому что рыночники есть успешные, чьи прогнозы сбываются хотя бы в 70% соотношении. А есть околорыночки, чьи прогнозы нихрена не сбываются, но им толпа, как ни странно, верят. И покупают их эти курсы за 100, 200, 300, 400, 500 тысяч рублей. Поэтому настоящий инвестблогер, то бишь трейдер, он эту информацию дает бесплатно в сеть. И это сигнал к тому, что он трейдер, у него нет цели как-то на ком-то наживиться. А есть цель преподнести информацию грамотно, четко, разложив все по полочкам. Чтобы те люди, которые посмотрят данный контент, могли воспринять его в полной мере, понять сущность данного контента, чтобы в мозгу потом отложилась эта, скажем так, информация. Для того, чтобы в дальнейшем ее активно оперировать. Еще раз скажу, что в вузах этому никого не обучают. Это печально. Поэтому Россия скатывается в стадию банановой федерации. Растят поколения потребителей, а не поколения созидателей. Поэтому, надеюсь, хоть мой контент, контент созидательский, он как-то поможет вам разобраться во всей теме. Потому что мне, честно говоря, эта ситуация не безразлична. Не безразлична. Потому что своей стране я, конечно, желал бы всего лучшего и всего хорошего, чтобы она и дальше развивалась. Но, господа, увы, если в этой стране все будет и дальше хреново все происходить, то ну, надо бы что-то делать. Если всем и дальше будут пофигу друг на друга, а-ля иммиграция. По-другому никак. Короче говоря, вдумывайтесь своими головами в финансовые аспекты вашей жизнедеятельности и воспринимайте ту бесплатную информацию, которую я предоставляю, не как данность, да, а как эксклюзив. И будьте благодарны к тому, что если вы попадаете на подобных трейдеров, как я, будьте благодарны им, что они вам помогают развиваться во всей сфере. Это я говорю еще мягко, а могу сказать очень грубо. Но я не буду говорить грубо. В этом видео я материться не стал и не стану. В принципе на этом все. Подписывайтесь на канал Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций и облигаций, технические, фундаментальные, а также торговые идеи, которые рекомендациями не являются, но выкладываются в качестве технического анализа на телеграм-канале Биржевик в контакт-группе Биржевик. Ссылочка находится вот здесь. А также у нас имеется второй телеграм-канал Биржевик Банки. Ссылочка вот здесь. Где выкладывается информация про банковский сектор, обучающие посты, аналитика, обозрение, ИСЖ, НСЖ, кредитование, страхование и прочее. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотная стратегия нашей главной союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.